Помимо банальных команд вроде «Запусти таймер на 5 минут», «Создай будильник на завтра на 9 утра», «Позвони любимая». Я хочу рассказать о менее очевидных командах серии, которые вы можете взять на вооружение. Ну и для начала включите серии, для этого пройдите настройки серии и поиск и активируйте первые три пункта. Выключи блютуз. Обратите внимание, я сказал именно эту команду в серии, а не допустим отключи сотовую сеть передачи данных или вайфай или измени яркость, просто потому что выключая блютуз из пункта управления вы его не отключаете, а переводите в фоновую работу. Для того чтобы полностью вручную отключить блютуз необходимо уже пройти в системные настройки, а через серии он полностью отключается. Отключи функцию автояркость. Функция автояркость уже выключена. Да, потому что для того чтобы снимать видеоролики необходимо отключать автояркость, ну а чтобы сделать это вручную необходимо пройти в настройки, универсальный доступ, дисплей, размер текста и только в самом низу находится этот пункт. А через серии быстрее. Сколько я буду идти до улицы Ленина, дом 1? Прокладываю пеший маршрут до пункта улицы Ленина, Баранович. 19 минут. В целом карты Apple по большей части у нас бесполезны, но вот именно эта функция работает просто отлично. Переведи 100 долларов в российские рубли. Ответ 7646 рублей 96 копеек. Аналогичным образом можно переводить очень многие величины. Покажи пароль microsoft.com. Опять же нет необходимости посещать системные настройки. Где находится мой айпад? То есть нет необходимости запускать приложение локатор, искать в списке устройств нужный айпад, а затем отправлять сигнал. Единственное, что отключить звук нельзя. Запомни место парковки. Хорошо, я запомню, что вы припарковали здесь. Допустим, если вы приехали в незнакомое место. Где моя машина? Хорошо, вот ваша припаркованная машина. Ну и когда уедете, не забудьте удалить метку. Удали место парковки. Его больше нет. Чтобы все это дело не сохранялось на карте. 5% от 1300 долларов и другие математические действия. Перейдя на английский, подскажите как пройти. На английском языке подскажите как пройти будет. А еще знайте, что Siri можно подружить со сторонними приложениями, если разработчики их адаптировали. Для этого пройдите в их настройки и найдите раздел Siri и быстрая команда. Например, я сделал настройку написать письмо Spark. Написать письмо Spark. И использую стороннее приложение. Оно более гибкое, чем Gmail. Команды от сторонних приложений будут записаны в приложение команды. Покажи фотографии Таиланд. Автоматически запускается приложение фото, вкладка поиск и уже забит тег Таиланд. Покажи фото за январь 2021 года. Система может вбивать несколько тегов. Ну и покажи скриншоты. О, сделай скриншот. Покажи снимки экрана. Чтобы ничего не запоминать, напомни через 30 минут позвонить в сервис. Готово. Напомни позвонить папе, когда приду домой. Хорошо. Добавлено. В этом случае уже будет задействоваться геолокация. Для работы этой функции обязательно пройдите в настройки, конфиденциальность, службы геолокации и разрешите приложению напоминания получить доступ к вашей текущей геопозиции. Добавь молоко в список продукты. Готово. Обратите внимание, я лично не использую приложение напоминания, но к нему я прикрепил, прикрутил приложение Microsoft To Do через сервис Outlook и Siri работает с этими списками. То есть в продуктах Outlook появилось молоко, а также в приложении Microsoft To Do также здесь появится молоко. После подзагрузки информации сервера. И главное, сначала говорите, что добавить, а затем название списка. В противном случае будет тупить. Но когда вы пришли в магазин, покажи список продукты. В списке продуктов есть два напоминания. И покупайте. Добавь события на 7 июня в 11.00 WWDC. Ваша встреча запланирована на 7 июня 2021 года, начиная с 11.00 до 12.00. Чтобы не забыть, когда пройдет главное мероприятие Apple в этом году. Какой день недели 13 апреля? Это будет вторник 13 апреля 2021 года. В машине очень актуально. Позвони Любимая через динамик. Выполняю вызов Любимая. Айфон по громкой связи. Отправить голосовое сообщение Любимая. Хорошо. Записываю. Это проверка. Отлично. Отправить контакту Любимой. Нет. Хорошо. Я пока не буду отправлять. К сожалению, отправлять голосовые сообщения через Телеграм нельзя, но можно позвонить через Телеграм. Позвони Любимая через Телеграм. Выполняю вызов Любимая через Телеграм. Отправь любимое сообщение через Телеграм. Что вы хотите сообщить? Это проверка. Отправить его? Не отправляй. Хорошо. Я не буду отправлять. Позвони по номеру плюс триста семьдесят пять двадцать девять ноль 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 ноль. Выполняю вызов. Правда, не всегда четко вводятся цифры. Включи песню низкий с независимым. После этой песни играй Люмен гореть. Гореть исполнители, Люмен будет звучать далее. Учтите, что распознавание песен у Siri очень плохое, особенно на английском. Ну или My English is very bad. Что играет за песня? Тесная интеграция с Shazam дает о себе знать. Запусти последний подкаст. Запуск завтра через приложение подкасты. Перемотай вперед на тридцать пять секунд. Какая температура по ощущениям? В настоящий момент температура ощущается как четыре градуса. Температура на градуснике и температура по ощущениям обычно очень сильно отличаются. Во сколько сегодня сядет солнце? Заход солнца сегодня в девятнадцать часов пятьдесят две минуты. Фотографы знают, как важен золотой час. Сегодня брать зонт? Маловероятно, что сегодня будет дождь. А завтра? Очень вероятно, что завтра утром в девять часов. Ноль минут пойдет дождь и будет продолжаться до раннего вечера. Покажи, как выглядит сурикат. Вот что мне удалось найти. Покажи картинки суриката. Вот некоторые изображения из интерната по запросу суриката. Очень актуально, когда у вас есть ребенок и нужно что-то очень быстро показать. И не хочется долго тапать. Ну, банальные вопросы. Население Беларуси. В 2020 году население Беларуси составляло девять миллионов четыреста восемь тысяч четыреста человек. Нет такой страны Беларусь сия. Не называй Беларусь, Беларусь сией. Простите, я не могу это сделать. Много чего еще можешь не сделать. Высота Эвереста. По данным Википедия, ответ такой. Восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров. И чем короче вы будете задавать вопрос, тем точнее она будет давать ответ. Есть очень хороший генератор случайных чисел. Назови число от одного до ста пятнадцати. Ответ сто восемь. Брось кости. Выпало два и шесть. Назови случайное число. Это шестьдесят восемь. Подбрось монетку. Выпало решка. Ты умная? Рада стараться. Кто самый лучший техноблогер на Руси? Вот что мне удалось найти в интернете. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok